США скупили почти весь мировой запас препарата от COVID-19. Лекарство под названием Remdesivir на сегодня единственный медикамент, одобренный Европейским агентством лекарственных средств для лечения коронавирусных больных. Подробнее расскажет Сабина Балашкина в обзоре экономических новостей. По подсчетам американского Минздрава, один курс лечения обойдется максимум в 3200 долларов. Как правило, пациенты не будут платить за сам препарат, поскольку его стоимость входит в медицинскую страховку. США приобрели более 90% мирового запаса препарата, который во время исследований помог части пациентам быстро избавиться от коронавирусной инфекции. Производит спасающие таблетки американская компания. Она согласилась продать штатам огромную партию лекарства, которой хватит для лечения полумиллиона человек. Аналитики уже подсчитали приблизительные доходы производителя. До конца этого года он получит около 1 миллиарда долларов. Альтернатива Remdesivir существует, но согласно патенту только страны с низким и средним уровнем дохода могут выпускать аналоги. При этом им запрещают продавать продукцию развитым странам, к примеру, европейским. Саудовская Аравия готова резко снизить цены нефти, если страны ОПЕК-плюс не сократят добычу. Такой ультиматум со стороны Эрияда прозвучал на фоне того, что некоторые экспортеры черного золота, в том числе Ангола и Нигерия, не выполняют условия сделки. Представители двух государств заявили, что не готовы придерживаться конкретных показателей сокращения нефтедобычи. Отмечу, по итогам мая соглашение выполнено всего на 87%. Только на 46% от всей их квоты добычу уменьшил Ирак, занимающий второе место в ОПЕК по объемам производства. На 40% – Габон. Лучшие были показатели у Казахстана – это 71%, от Голы и Нигерии – по 74%. Однако Альянс не смог убрать с рынка примерно полтора миллиона баррелей в сутки, поэтому достичь стопроцентного выполнения соглашения пока не удалось. Экономика Великобритании переживает не самые лучшие времена. С января по март ВВП Соединенного Королевства упал на более чем 2%. Для Британии это рекордный показатель за последние 40 лет. Одна из причин в том, что граждане сократили свои расходы. Работа многих предприятий остановилась, люди остались без зарплат, поэтому даже при большом желании не могли позволить себе крупные траты. По прогнозам английского банка в этом году экономика Великобритании может упасть на 14%. Это будет худшим показателем за три с лишним века. Ожидается, что средняя зарплата в стране снизится на 2%, а уровень безработицы вырастет до 9% с нынешних четырех. Казахстанки в два раза чаще мужчин открывают депозиты. В рейтинге Всемирного банка, который изучает вовлеченность прекрасной половины в деловую жизнь страны, Казахстан набрал 75 баллов из 100 возможных. На женщин приходится 62% депозитов, а на мужчин 38. Согласно статистике, женщины также активнее кредитуются по линии различных государственных программ. В этом деле они опережают противоположный пол на 14%. Они также гораздо больше, чем мужчины берут кредиты. Доля потребительских займов среди них составляет больше 50%. При этом они отличаются дисциплинированностью в погашение займов. Далее в эфире рубрика «Карта цен». Сегодня в обзоре стоимость малины. За 1000 тенге килограмм малины продают в Талдыкургане. В Шимкенте уже 1400. От 1500 тенге начинаются цены в Костанае, Алматы, а также Уральске. Дороже ягода в Ак-Тубе и Атырау – 2500 за килограмм. Еще выше стоимость столицы – 2800 тенге за килограмм. И в завершение информации с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних вечерних торгов, курс доллара составил 405 тенге 68 тенов, евро – 453.75, рубль 5.76. На этом у меня все. До встречи в следующем информационном выпуске. Спасибо. Это была Сабина Балашкина. А мы продолжим.